Здравствуйте! Это программа «Открытая платформа». Сегодня в центре нашего внимания проблема удерживаемых в Азербайджане армянских пленных. Об этом вопросе говорится на всех возможных площадках, однако вопрос все еще остается нерешенным. Сегодня у нас в гостях представитель интересов пленных в Европейском суде по правам человека правозащитник Артак Зайналян. Здравствуйте! Спасибо, что приняли наше приглашение. Господин Зайналян, из каких источников вы берете информацию о пленных до обращения в Европейский суд? Как собираются факты? Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Азербайджан вел против Армении также информационную войну. Информация стала для Азербайджана оружием давления на армянскую сторону и способом достижения целей. В том числе во время войны распространялись видеоматериалы, в которых фигурировали армянские военнослужащие или гражданские лица, в отношении которых азербайджанские военнослужащие или люди, выступающие от лица этого государства, применяли насильственное действие, принуждали делать заявления, которые противоречили внутренним принципам задержанных. На основании этих материалов мы обратились Европейский суд по правам человека и потребовали обязать Азербайджан предоставить информацию об условиях содержания, состоянии здоровья пленных и немедленно вернуть их армянской стороне. Вы отметили, что Азербайджан должен предоставить информацию о пленных. И в ходе ваших интервью неоднократно заявляли, что если Азербайджан не выполнит требования ЕСПЧ, последуют необратимые последствия. О каких последствиях идет речь? Мы поднимали этот вопрос перед Европейским судом, что Азербайджан не уважает и не выполняет решение ЕСПЧ. Между тем, став членом Совета Европы, Азербайджан взял на себя обязательство выполнять постановление ЕСПЧ. Учитывая факт невыполнения Азербайджаном требования о предоставлении информации о пленных, Европейский суд 9 марта принял решение уведомить комитет министров, который может обязать Азербайджан выполнить решение ЕСПЧ. Кроме того, когда Азербайджан или любое другое государство не выполняет решение Европейского суда, в том числе срочную меру, это приводит к нарушению права на обращение в ЕСПЧ. В результате рассмотрения основного дела Европейский суд может вынести решение, что государство нарушило право лица на обращение в ЕСПЧ. А право на обращение в международные судебные органы предусмотрено также внутригосударственным законодательством стран-членов Совета Европы, в том числе на уровне Конституции. Сколько людей на данный момент удерживаются в Азербайджане? Сколько жалоб подала армянская сторона в ЕСПЧ и по скольким делам суд применил срочную меру? Точную цифру знает азербайджанская страна. Или, может, власти этой страны не до конца знают. У нас есть сомнения относительно того, сколько лиц находятся в Азербайджане. Однако, естественно, эта цифра не может быть точной, и сведения разных органов могут не совпадать. На сегодняшний день в Европейском суде мы защищаем интересы 115 лиц. Более 20 пленных вернулись на родину. Дела остальных еще в процессе. По их случаям, есть решение о применении срочной меры. Защищены ли права армянских пленных в Азербайджане? Следят ли какие-нибудь органы, чтобы Азербайджан обеспечивал для них хотя бы минимальные условия? Международный комитет Красного Креста в отдельных случаях навещает пленных в рамках своего мандата. Однако хочу отметить, что Азербайджан не сотрудничает с МКК надлежащим образом и допускает не ко всем пленным. Мы также зафиксировали, что после посещения представителей Международного комитета Красного Креста военнопленные или задержанные лица подвергаются дополнительному бесчеловечному обращению. Например, продукты питания или средства гигиены, переданные на МКК, конфискуются или становятся поводом применения насилия. Международное сообщество оказывает давление на Азербайджан. Подобные действия запрещены и внутригосударственным законодательством Азербайджана. У них также должны действовать механизмы предотвращения подобных случаев. Это всё далеко от действительности, но они должны воздерживаться от бесчеловечного обращения с любым человеком, вне зависимости от его этнического происхождения. Азербайджан настаивает, что армянские пленные – преступники. Какие у Азербайджана основания называть наших соотечественников диверсантами, а не пленными? «Это однозначно политическое заявление. И ничего общего с правовыми процессами не имеет. Здесь прослеживается серьёзное противоречие. Разным членам одной группы приписываются разные статусы. Это также свидетельствует о дискриминационных подходах и отсутствии каких-либо правовых отношений». «То же самое можно сказать и о лицах, пленённых на участке Хацаберта. Их статус Азербайджан не признаёт. Однако, несмотря на это, некоторые из этой группы были возвращены армянской стране. Или, пример, недавно возвращённый морал на Джарян. Это лишний повод убедиться, что Азербайджан не может доказать, что наши пленные соотечественники – диверсанты. В таком случае, что мы можем сделать, чтобы статус пленных был признан?» «Многие органы политической власти и политические деятели уже объявили, задержанные пленные в ходе Карабахского конфликта лица пленны и должны быть возвращены в соответствии с положением Женевской конвенции. Мы применяем также международные механизмы правовой защиты для достижения этой цели». «Вы отметили, что международное сообщество всё больше говорит о необходимости возвращения пленных. Американские конгрессмены призывают госсекретаря США оказать давление на Азербайджан. На уровне сопредседателей Минской группы ОБСЕ постоянно говорится о военных преступлениях, совершённых Азербайджаном. Human Rights Watch, омбудсмены Армении и Арцаха постоянно публикуют отчёты. То есть, вопрос заключённых затрагивается всё больше и больше, но они в несвободе. Какие существуют правовые механизмы для дополнительного давления на Азербайджан, например, со стороны Совета Европы или других организаций? Возможно ли санкции против Азербайджана? Для достижения желаемого результата через правовые механизмы нужно больше времени. Это довольно трудоёмкий процесс. Более эффективный механизм – это механизм политического давления. Естественно, сопутствующие правовые механизмы могут дать дополнительный толчок. На днях Нидерланды признали всех армян, удерживаемых в Азербайджане, пленными. То есть, если международное сообщество будет действовать более активно, то вопрос можно будет решить раньше. Да, так результат будет достигнуть быстрее. Думаю, армянские государственные органы работают на направлении того, чтобы международное сообщество надавило на Азербайджан, и эти работы необходимо диверсифицировать, усилить, чтобы давление было более интенсивным и целевым. Так наших соотечественников считают преступниками. Если я правильно понимаю, то при подобном раскладе в их отношении должны быть возбуждены уголовные дела. Если подобных дел нет, это говорит о нарушении их прав. Есть ли какая-нибудь информация о возбужденных уголовных делах? Мы пока что не располагаем подобной информацией. Более того, Азербайджан проинформирован, что мы выступаем в качестве законных представителей ряда пленных в Европейском суде. Государство также обязано обеспечивать встречи обвиняемых с их представителями. Мы через Европейский суд пытаемся добиться свидания с нашими клиентами или выйти с ними на связь, чтобы эффективнее защищать их права и интересы. Тем не менее, если уголовные дела будут возбуждены, армянская сторона об этом будет уведомлена? Законные представители обязательно должны быть уведомлены об этом. В обратном случае это нарушение прав человека на справедливое судебное разбирательство и обращение в Европейский суд. Господин Зейнолян, есть ли предпосылки, что Армения представит жалобу против Азербайджана в Международный суд ООН? И что это даст армянской стороне? Думаю, соответствующие органы работают над этим вопросом. Конечно же, меры правовой защиты также должны быть диверсифицированы. Однозначно, это даст положительный результат. А можно ли привлечь власти, высшее военное командование Азербайджана, почему бы и не Турции, к уголовной ответственности? Насколько это реалистично? В этом направлении, думаю, также ведутся работы. Осуществляется предварительное следствие, собираются доказательства, что в дальнейшем позволит возбудить подобное производство. До настоящего времени в числе возвращенных были лица, пленённые до войны, спровоцированные Азербайджаном 27 сентября. Какие работы ведутся в этом направлении? Азербайджан, азербайджан, азербайджан и азербайджан, азербайджан. Некоторые из них были возвращены в их числе, азербайджан, Карен Казарян. Их дела продолжают рассматриваться ЕСПЧ, дело сербайджана также в процессе. В этом направлении, как и в том направлении, что Азербайджан занимает и политизирует вопросов в армянских пленах. Какие все-таки цели преследует Азербайджан? В Азербайджане есть и ожидания и целей, которых он хочет достичь незаконными, безчеловечными путями. Цели, конечно же, политические, о которых они не раз и публично говорили, а именно давление на Армению. В Азербайджане есть какие-либо меры, которые наши власти могли бы применить эффективнее, но не применили или применили не в полной мере. Например, Турция не предоставляет Армении выход к морю, и это вражеский акт против Армении. Армения должна была предпринять соответствующие шаги, чтобы решить вопрос этой блокады со стороны Турции. Конфликты не должны решаться путем военных действий. Это нарушение норм международного гуманитарного права. Против Армении была подготовлена война. Спасибо, господин Зайналян, что приняли приглашение. Вы смотрели программу «Открытая платформа». Сегодня у нас в гостях был правозащитник Артак Зайналян.